здравствуйте друзья понедельник немножко пасмурно отлично значит вчера читаю известие такое что значит 40 миллионов 39 миллионов американцев платят за жилье больше чем могут себе позволить вот я так сразу мою а как знать сколько они могут если они уже реально платят ну дочек реально платит а говорят что он себе позволить не может а в то же время платит это это как ну пошел разбираться пишут не можете позволить это если платит больше 30 процентов своего доходу причем я так с большим любопытством пытался найти имеется ввиду доход из того что на руки получает или из того что грязными как вода до вычитания налогов но не было на этот счет ничего в банковской индустрии когда они дают вам моргич ипотеку они так вот тоже смотрят на процент от дохода грязного то есть они не не включают туда налоги ангет вот допустим у тебя 100 тысяч зарплата вот значит там допустим в такой ситуации где 30 процентов значит ты не можешь тратить на жилье больше чем 30 минут она случае на ипотеку ну хорошо значит итак первая цифра это первое число это 39 миллионов американцев можно сказать надрываются и вот так живут хорошо но дальше они усугубляют они говорят но это не все говорят они 19 миллионов ну то есть практически половина тех 39 19 миллионов платят даже больше 50 процентов даже больше 50 процентов и речь не идет о иммигрантах нелегальных каких-нибудь вот вот это не счет то есть я может быть и вообще все отдают там за еду и питание мы этого не знаю речь идет о людях которые в америке живут они легитимные но как минимум у них green card и есть вот это их включают статистику 19 миллионов платят аж больше 50 процентов то есть вот половина из тех кто может сказать непосредством живет живет сильно непосредством это с точки зрения такой знаете экономической тревожный симптом когда растет да вот это вот это вот количество людей растет во времени действительно там скажем с 2001 года вот за 17 лет выросло что нибудь так на треть примерно это экономически стрёмная штука потому что люди как у которых все ушло на жилье не могут пойти и купить что-то но отдать деньги в экономику да то есть то есть практически экономика немножко обескровливается вот этими деньгами которые ушли туда и не пришли сюда то есть я думаю что общий интерес вот такой не то что они там из каких-то социальных так сказать гуманитарных соображений и третья интересная значит фишечка факт 3 состоит в том что где именно люди особенно живут непосредством то есть где у них такой вот процент дохода уходящий на жилье такой самый что есть большой имеется дума с собой где они массово находится в таком состоянии я с утра светлане своей задаю вопрос вот рассказываю эту хохмочку и горе вот света как ты думаешь где люди вот непосредством она говорит ну на первом месте наверное сан-франциско говорит светлана и мы с вами тоже мы знаем что в кремниевой долине все дорого мы знаем что сан-франциско это вообще какой-то апофеоз бьет бьет кремниевую долину по всем параметрам вот в этом смысле прямо ужас какой-то там делается нет друзья не сан-франциско я во второй третий она говорит ну второй наверное нью-йорк а третий может быть там что-то на еще вашингтон дисси там вот но что оказалось на первом месте по количеству живущих непосредством людей смысле вот в этом смысле на первом месте майами друзья майами вот где больше всего в процентном отношении людей у которых существенная часть дохода уходит просто на жилье не там где дорого а там где мало получают вот оказывается как если ты мало получаешь туда же дешевое жилье а флориды известно дешевым жильем не то что там вот вот там и проблема на втором месте лос-анджелес вы скажете лос-анджелес почему лос-анджелес потому что там тоже вот скажем похожая ситуация то есть там тоже очень много такого недорогого бросового жилья и там есть миллионы людей которые ничего не зарабатывают ну мало зарабатывают вот так что там есть такие бедные районы громадные там и афроамериканцы и латиносы и в общем у них мало денег и я скажу что вот у нас тут например ну скажем когда приходят снимать жилье допустим латиноамериканцы они дешевенькие жилье снимали там приходит как вас сколько трое а трое это значит что когда они его снимут там легко может оказаться 10 человек мы все это знают это не не то что что такое знаете надо же вот так легко так вот почему дорого ну не не по карману реально значит дальше что дальше я наверное вам расскажу да а третье место тоже во флориде я боюсь собрать то ли орландо то ли там вот вот не помню но во флориде тоже я вам расскажу как мы столкнулись с этим много лет назад когда первый раз покупали жилье жильем была квартира вот тут недалеко и она стоила 130 тысяч у нас не было особых накоплений ну и в общем время было экономически такое плохое то есть банки стимулировали людей покупать процент по кредиту был крайне низким вообще нам сказали вот сколько есть денег там down payment там давайте в общем это неважно у нас у нас было десять тысяч но вот 10 человек позже когда не надо даже столько там ну хорошо и дали нам этот самый кредит и вот они тоже так интересно подсчитывали мы первый раз столкнулись тем что они подсчитывают значит вот если при таком-то интересе банковском и вот при таком-то плане уже планы разные бывают на 30 лет на 15 лет таких много я я не хочу в эту субь эту часть сейчас углубляться но они говорят сколько вот денег человеку нужно на жилье и берут его доход значит делят в то время это там были разные программы вот что интересно я бы не случайно к банкам сейчас перешли там были разные программы где-то требовали чтобы не больше 30 процентов где-то не больше трети дохода что немножко лучше потому что это 33 там и одна треть процента в разные времена поскольку мы тут уже достаточно давно живем я видел программы где они позволяли и 38 процентов и вот про 40 я не помню ну вот как бы им очень хотелось дать людям деньги и банки тогда были очень жесткие в этом отношении но вот нет 3 значит нет 3 потом жесткость это стала потихоньку уходить по мере того как они боролись за клиента придумывались разные способы дать денег людям которым деньги надо было бы не давать или скажем так не надо было бы давать и вот последний кризис который был там 2007 8 9 год финансовый кризис вот этот он как раз из-за этого и возник что давали деньги людям которым не надо было давать находили способ дать хотя понятно было что им давать нельзя что они не смогут заплатить и вот дальше есть такой принцип down payment когда вы даете в down payment 20 процентов тоже это варьируется но обычно 20 процентов достаточно чтобы банк сказал да и пожалуйста вот уже неважно сколько там у тебя денег 20 процентов дал и вперед во времена кризиса вот когда последний кризис был они уже могли сказать дайте 30 процентов дайте 40 процентов вот могли так тоже сказать вот но в принципе вот из из тех 27 лет что мы тут живем большую часть существенно большую часть а можно было там с двадцатью процентами ты даешь 20 процентов им уже не важно сколько ты получаешь то есть у тебя на бумаге может получаться что ты платишь существенно больше этой третье но не важно 20 процентов положил соответственно случись ты не платишь мы продадим ну 20 процентов потеряем на свои то вернем вот примерно такая была логика в этом во всем и логика иммигрантов начинающих тогда была другая они говорили надо брать на самых сказать как сказать по максимуму да то есть ты ты уже берешь и ты не смотришь какой процент чего вот сколько тебе дадут максимум вот столько берешь и вскакиваешь значит на подножку а дальше это недвижимость она там где-то может быть наверное со временем дорожает и в общем становится легче платить там и так далее а зарплата у иммигранта зарплата еще растет достаточно быстро то есть вот скажем первые там ну лет 5-7 мы мы видим рост такой существенный то есть если ты на втором году иммиграции на третьем что-то купил то на третьем четвертом тебе будет легче платить потому что у тебя будет больше денег такая такая логика и если рынок не обрушивается то в общем все это неплохо работает и мы в этом смысле как бы везунчики потому что не понимая искать не зная брода мы полезли в эту воду и вышли из нее достаточно сухими так сказать вот хотя те кто пошел в тот же самый брод спустя буквально лет там 678 очень многие пострадали материально так вот что я подумал что то что с 2001 года большее количество людей оказалось за вот это вот этой рамкой там 30 процентов вне этого диапазона значительной степени определяется видимо тем что банки смягчили политику выдачи кредитов и как бы перестали вот за этим следить поэтому появилось больше людей которые по доходу как бы не подходят но у них есть деньги вот там допустим там кеш какой-то они положили в down payment и вперед и с одной стороны с другой стороны у меня есть подозрение что вот эти вот люди которые переплачивают сильно в процентах от дохода это скорее всего рентеры это вряд ли люди которые владеют недвижимостью в общем там там много неясного в этой статье но вот я подумал что было бы вам интересно послушать как люди вот переплачивают короче существенно вот что если мы смотрим как банк смотрит то есть допустим вот человек получает 100000 он должен за жилье платить не больше там пусть будет одна треть 33000 но дело в том что если он со 100000 заплатил налог и у него осталось там я не знаю 68 и он теперь на руки получил из этих 68 он отдал 33 за жилье то на уровне вот как бы дохода чистого да вот тебе и к 50 процентам легко подскочила там ну там не 50 но чуть меньше поэтому а есть еще другие необходимые расходы правда кроме этого а еще надо за электричество заплатить за воду за вывоз мусора там и что там берут вот и глядишь вот тебе 50 процентов легко так что другой стороны если там их двое например один сто тысяч там другой если муж жена там один сто тысяч другой там есть 60 уже совершенно другая жизнь начинается и конечно в этом смысле легче выживать когда когда семья и когда две зарплаты в семье ну вот такой у нас вышел сегодня экономический разговор счастливо